Добрый день уважаемые трейдеры вас приветствует компания winoption signals и сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов how moving average или сокращенно hma а если вы еще не подписаны на наш канал то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик а мы продолжаем индикатор hma который еще называется скользящий хала является аналогом индикатора простой скользящий средний но при этом имеет более усовершенствованный алгоритм построения что дает еще более лучшие результаты при его использовании индикатор how moving average можно использовать на любом рынке и торговать при помощи него сможет даже новичок так как данная версия индикатора меняет цвет moving в зависимости от роста или падения цены а также имеет алерты благодаря которым можно покупать опционы не следя целый день за рынком визуально данный индикатор напоминает стандартную скользящую среднюю но у них есть отличия и суть алгоритма работы скользящий хала заключается в том чтобы усреднить стандартную sma используя при этом не сам период мувинга а специальную формулу расчета благодаря этому скользящая становится более чувствительной к ценовым изменениям и дает более точные результаты во время торговли если говорить о настройках данного индикатора то они отличаются от настроек индикатора стандартной скользящий средний в настройках можно отключить алерты а также поменять форму сигналов выбрав другие значки и также можно поменять сам период скользящий sma но стоит отметить что период 34 дает довольно неплохие сигналы для торговли и для начала можно использовать только его для примера можно сравнить стандартную скользящую среднюю со скользящий хала для этого нанесем простую скользящую и добавим период 34 как и в sma и как можно видеть за счет специальной формулы которая сглаживает sma сигналы генерируются намного чаще а также можно видеть как sma показывает коррекции которые абсолютно незаметны при использовании простой скользящий средний перед тем как начать использовать скользящую хала в торговле стоит понимать что этот индикатор является трендовым а значит и использовать его лучше всего будет по тренду так как малые коррекции против тренда могут приносить убыток но индикатор все равно будет показывать сигнал на покупку опционов также стоит знать и о некоторых минусах индикатора sma первым минусом является то что индикатор может завышать среднее значение цены когда на самом деле оно таковым не является поэтому не стоит покупать опционы на каждом сигнале так как наряду с очень точными сигналами будет появляться конечно же и ложные вторым минусом является то что сигналы после пересечения нескольких скользящих хала часто будут ложными так как в них нет элемента запаздывания который присутствует в стандартных мувингах и для примера можно посмотреть на работу нескольких скользящих хала для этого удалив с графика простую скользящую поменяем параметр данной скользящей к примеру на 18 и добавим еще одну скользящую с параметром 8 и также стоит убрать отображение стрелочек и увеличив масштаб можно увидеть как множество пересечений скользящих не будут работать так как повышенная чувствительность индикаторов приводит к постоянным пересечениям которые являются почти всегда ложными так как появляются даже на самых малых коррекциях говоря о правилах торговли по данному индикатор становится понятно что использовать стоит стрелочки и для покупки опционов call нам необходимо чтобы появилась синяя стрелочка направленная вверх а для опционов put нужна розовая стрелочка направленная вниз экспирацию для покупки опционов стоит рассматривать в пять свечей и также важно помнить что еще одним правилом для покупки опционов по данному индикатору является наличие тренда и для закрепления понимания правил торговли рассмотрим несколько участков для разных типов опционов в данном случае у нас есть явный восходящий тренд а значит можно рассматривать покупку опционов call и как только появляются сигналы от индикатора можно входить в сделку дожидаемся закрытия сигнальной свечи и покупаем опцион и как можно видеть в четырех сделках подряд можно было бы получить прибыль а две данные сделки стоит игнорировать так как еще было неизвестно пойдет ли движение вверх и также обратите внимание на то что сделки против тренда лучше не использовать поэтому опционы put здесь не покупаются а уже данный трендовый участок позволяет покупать опционы put так как у нас явно выраженное нисходящее движение и поэтому при появлении сигналов также покупаются опционы с экспирацией в пять свечей и как можно видеть четыре опциона подряд тоже смогли бы принести прибыль оставшиеся сигналы лучше игнорировать так как это вечернее время и волатильность уже очень низкая и также игнорируется первый сигнал на вершине так как еще не было известно разовьется ли движение вниз и в заключении хочется сказать что несмотря на то что по тренду можно получать очень точные сигналы будут попадаться участки цены которые будут к сожалению приносить и убыточные сделки поэтому крайне важно придерживаться правил мани менеджмента и риск менеджмента и не рисковать в одной сделке более чем 2-3 процентами от депозита также очень желательным является тестирование данного индикатора на демо счету чтобы увидеть все его минусы и понять что может ожидать вас в торговле в будущем если данное видео было для вас полезным то не забудьте поставить лайк а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик установив в настройках уведомления на все видео чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта желаем удачной торговли желаем удачной торговли то есть